Вокруг талантливых и знаменитых ходит много сплетен и слухов, а еще они не постоянны в личной жизни. Не исключением стал и Евгений Миронов. В его жизни было множество любовных романов, но он пока не нашел ту единственную, которую бы повел под венец. К тому же есть слухи о его влечении к мужчинам. Причем в 2013 году активно муссировалась новость, что он женился на мужчине, тоже известном актере, и свой брак они заключили в Германии. И хотя Миронов старается не афишировать свою личную жизнь, все-таки кое-что да успевает просачиваться. Но стоит не забывать и о его заслугах и таланте. Евгений Миронов – актер, продюсер, сценарист и художественный руководитель театра нации. И то, что он до сих пор не женат в свои 56, хотя в жены ему приписывали Марию Миронову, дочь Андрея Миронова, а также множились слухи о том, что он воспользовался услугами суррогатной матери, все это не то чтобы настораживает, а просто дает благодатную почву для сплетен. И начнем с детства Миронова. Евгений Миронов родился в 1956 году в семье самых обыкновенных трудолюбивых людей, никак не связанных с творчеством. Отец работал водителем, а мама – продавцом и электромонтажницей на полставке на заводе. А когда она разменяла седьмой десяток, то работала в театре, продавая билеты. Такое трудолюбие родителей, а особенно мамы, всегда вдохновляло Женю продвигаться вперед по жизни. Семья сначала жила в Саратове, а потом перебралась в военный городок Татищево. У Жени есть родная сестра Оксана, которая тоже творческий человек. В детстве у Жени обнаружили страшную болезнь – туберкулез кости. И родители сделали все возможное и невозможное, чтобы он не остался инвалидом. Укрепить ноги после болезни помогли танцы. Родители записали его в танцевальный кружок и заодно в драматический кружок. Сами родители Жени активно участвовали в самодеятельности, мама пела, а отец неплохо танцевал, и вскоре у них дома Женя с сестрой Оксаной стали устраивать домашнее театральное представление. После окончания школы Евгений решил продвигаться все ближе и ближе к своей мечте – стать актером. Сначала поступил в Саратовское театральное училище, а потом, закончив его, отправился покорять столицу. И главной его целью было попасть в табакерку. Подкараулив у входа Олега Табакова, он уговорил мэтра прослушаться, и, к великому своему удивлению, Табаков таки согласился. Прослушал, а потом в качестве исключения даже зачислил на второй курс школы-студии МХАТ, правда, с испытательным сроком. А по окончании пригласил к себе в табакерку. Кстати, подобные участи удостоились только два ученика с курса – Олег Машков и Евгений Миронов. Но также Миронова приглашали и во МХАТ, и в театр на Малой Бронной, но Евгений мечтал именно о табакерке, поэтому даже не раздумывал. Его карьера стала развиваться стремительно, он быстро становится популярным, и надо заметить, что популярностью среди противоположного пола он пользовался всегда еще со школьных лет, а когда стал знаменитым, то многие мечтали о романе с ним. Дебютом в кино для Евгения Миронова стал фильм «Любовь» от Валерия Тодоровского, где нашему герою досталась роль Саши. Позже он скажет, что примерно такая же жизненная ситуация была у него лично. Школьный роман с девочкой Светланой длился целых четыре года, но неожиданно закончился, и каждый пошел своей дорогой. А в Саратовском училище в спектакле, пролетая над гнездом кукушки, руководитель заметил, что Женя совсем не умеет целоваться, поэтому дал задание Веронике Садковской, которая играла с ним в дуэте, научить. И судя по тому, как прошла постановка, уроки прошли не зря. Между ними вспыхнул роман, но не продолжительный. Также Женя тесно общался с однокурсницей Машей Горелик, за которой ухаживал Михаил Байтман. Но упорно ходили слухи, что у Жени и Маши все-таки роман, хотя после учебы Маша быстро выскочила замуж за Мишу, и они уехали в Израиль. Но Маша и Женя общаются и по сей день. Это была действительно настоящая дружба, которую они несут через все года. А вот роман с Анастасией Заворотнюк Миронова связывают действительно теплые, но любовные отношения. В 90-е, когда Анастасия Заворотнюк была студенткой школы-студии МХАТ, а Евгений Миронов преподавателем, он начал за ней ухаживать. Ситуация была довольно пикантная, ведь роман преподавателя и студентки многими бы не приветствовался. Поэтому пара тщательно скрывала отношения. Позже Миронов помог Заворотнюк устроиться в табакерку, и она всегда будет очень тепло и даже нежно отзываться о своем преподавателе. Лукава, уверяя, что романа между ними никогда не было, хотя в прессе есть масса их целующимися на фото. А вот с балериной Ульяной Лопаткиной у Миронова был довольно серьезный роман, и даже ожидалось, что он сделает ей предложение. Но в итоге они неожиданно расстались. Ульяна так и не дождалась предложения руки и сердца. Не дождалась и девушка Мариана, которая работала у Миронова продюсером. Роман начался в момент, когда еще не закончился предыдущий, с Ульяной. Мариана была очень домовитой, спокойной девушкой, чем очень нравилась маме Евгения. А ее слово дорогого для него стоило. Но опять же не сложилось. Девушка не дождалась предложения, и Миронов опять выбирает профессию. Следующей значимой женщиной для Миронова стала актриса Алена Бабенко. Но она была замужем и имела ребенка. Их роман сначала был тайным, но потом Алена рассталась с мужем, и тогда уже все узнали бы об их связи. Они вместе путешествовали, их часто видели на различных мероприятиях, и казалось, что в их отношениях царит полная идиллия. Но вмешалась мама Евгения, которая посчитала, что женщине с ребенком не место рядом с ее сыном. Убедила его, и их роман потихоньку сошел на нет. Хотя Алена говорила, что хотела бы родить дочку от такого человека, как Женя. На что тот в другом своем интервью сказал, что ему никто не нужен. Ему хорошо и в одиночестве, а разговоры о дочке просто глупости. Актриса Юлия Пересильд также занимала значимое место в сердце Миронова. Причем начинали близко общаться они еще в студенческие годы. А потом начинающая актриса перешла, вероятно, по приглашению самого Миронова в Театр наций. И хотя они оба старались не комментировать свою связь, слухи о их служебном романе так и поползли. Но продолжения не имели. Также поговаривали, что жена сенатора Ольга Слуцкер была влюблена в Миронова. Хотя была замужем, но муж через какое-то время подал на развод. Вероятно, причиной тому стала ревность. Но продолжение этой истории, чтобы она как-то касалась непосредственно Миронова, не последовало. Просто Ольга увлеклась другим. Вообще же вокруг Миронова всегда были слухи о романах. Возле него всегда крутились женщины. Но потом вдруг стала появляться информация, что Евгений нетрадиционной ориентации. Неизвестно, как на это отреагировала его мама, но подобные слухи имели место быть. Причем в любовники записали близкого друга Сергея Астафьева. Более того, поговаривали, что пара поженилась в Германии примерно в 2013 году. Оба они избегают ответов на столь пикантный вопрос, при этом особо и не опровергая слухи. Хотя Сергей Астафьев сказал, что глупости он просто не комментирует. А еще несколько позже выяснилось, что Евгений Миронов прибегал к услугам суррогатной матери, и та родила ему сына. Но вот только малыша до двух лет никому не показывали. Его рождение было в тайне. В театре для сына Евгения Миронова оборудована комната, своего рода игровая и место, где мальчик мог поспать. Сын Миронова на данный момент пошел уже во второй класс. Отсутствие жены, даже гражданской, но при этом наличие сына от суррогатной матери – это опять же почва для слухов. Но, как бы то ни было, Евгений Миронов продолжает работать, заниматься творчеством и о себе говорит так. «При моей катастрофической занятости я просто не смогу сделать счастливой свою семью. Я послан на землю, чтобы заниматься искусством». А его мама очень долго ждала, когда же ее сын найдет наконец-то свою вторую половинку, на что тот отвечал, что все, кто нашел, давно развелись. Евгений Миронов, несомненно, гениальный человек и с высоким творческим потенциалом, у которого на первом месте всегда будет только работа. А в своих интервью он говорит, что для него самыми главными женщинами в его жизни остаются только мама и сестра. Субтитры создавал DimaTorzok